Вячеслав Васильевич Тихонов Закончив курсы он устроился работать на военный завод Родители хотели чтобы он стал инженером И в 44 году Вячеслав поступает в автодорожный институт Однако уже через год в 45 после победы он пытается поступить во ВГИК В который сначала не прошел творческий конкурс Но все-таки его взяли на курс Который он с отличием окончил в 50 году Уже в 48 году будучи студентом Тихонов дебютировал в фильме «Молодая гвардия» Однако после этого фильма он долго не получал главных ролей в кино Несмотря на то, что был принят в штат киностудии Горького Лишь в 57 году Тихонов получает главную роль в фильме Станислава Ростоцкого «Дело было в Пеньково» После этого фильма Вячеслав Васильевич начинает регулярно сниматься Это были фильмы «Жажда» в 59 году «Мичман Панин» в 60 «Две жизни» в 61 «На семи ветрах» в 62 «Оптимистическая трагедия» в 63 Фильм «На семи ветрах» получил несколько призов на международных фестивалях В 66 вышел фильм «Экранизация война» и «Мир» Сергея Бондарчука После которого актер думал бросить актерскую профессию Так как сам был недоволен своей игрой, считая себя типажом, а не актером Однако этот фильм получил призы на международных фестивалях В том числе «Оскара» в 68 А Тихонов был признан лучшим актером 67 года Станислав Ростоцкий снимает его в 68 году в фильме «Доживем до понедельника» Который с большим триумфом прошел по телеэкранам страны Получив массу положительных откликов как от профессиональных критиков, так и обычных зрителей Однако по-настоящему звездной ролью в 69 году для Тихонова стал сериал «17 мгновений весны» Который по настоящее время регулярно демонстрирует разные телеканалы Фильм вышел на экраны лишь в 73 году и принес Тихонову невиданную популярность Последней ролью в кино стал фильм Эльдара Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви» 2006 года Уже ранее в 2002 году всенародно любимый актер перенес инфаркт миокарда В 2008 году ему сделали операцию на сердце после которой Вячеслав Тихонов прожил полтора года Первой женой актера с 50 по 63 год была Нона Мордюкова С которой он познакомился на съемках своего первого фильма «Молодая гвардия» Мордюкова была старше на три года и Вячеслав Тихонов вначале не обращал на нее внимания Но Мордюкова приложила определенные усилия чтобы вскружить ему голову В 50 году у них родился сын Владимир, который позже стал актером и умер в 40 лет В 63 году Тихонов застав Мордюкова у себя дома с любовником забрал вещи и ушел от нее навсегда В 67 году на озвучании фильма Тихонов познакомился с переводчицей с французского языка Тамарой Которая оказалась тихой и спокойной по сравнению с первой женой После женитьбы оказалось, что она одержима дикой ревностью и кроме того стала увлекаться алкоголем В результате пыталась несколько раз по причине депрессивных состояний покончить самоубийством В 69 году у них родилась дочь Ана Тихонова, которая позже стала актрисой В творческом багаже Вячеслава Васильевича Тихонова 137 ролей в кино Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok